Музыка Всемирная организация здравоохранения призывает, ставит цель для государств, входящих в неё, а Россия входит, естественно, к 2020 году снизить частоту суицидов на 20%. От чего зависит этот успех, ВОЗ полагает, и это подтверждено опытом, от наличия, в первую очередь, национальной стратегии предупреждения суицидов, которая учитывает все особенности каждой отдельно взятой страны. Вот такие национальные стратегии существуют пока ещё только в 28 странах мира. Но они дали свой результат. Такие страны, как Финляндия, Швеция, Швейцария, Германия, вот я беру европейские, только такие страны крупные, где суицидальная ситуация раньше была весьма неблагополучна, а часто журналисты по старой памяти говорят, ну где больше всего частота суицидов? Ну в Финляндии понятно, дальше где ещё? Да нет уже, Финляндия уже далеко не там, она уже значительно благополучней. И все они, эти страны признают, что именно национальные программы позволили добиться решающего сдвига. А в чём суть таких национальных стратегий? А суть в том, что создаётся государственная программа предупреждения самоубийств. Государственная, которая курируется на самом высоком правительственном уровне, и в которой задействованы самые разные комплекс инстанций, далеко не только медики, и педагогические, значит, сферы педагогики, и воспитания, и армия, и так далее, и так далее. И только вот такие комплексные меры дают итог. Потому что так вот просто вы прекрасно понимаете, что многим ведомствам, многие отрасли вряд ли договорятся сами по себе. Нужно управление. А стало быть, эта программа должна быть государственной.